Сегодня доклад второй по несуществующим методам лечения, что фокальной терапии, что неодевантной терапии перед хирургическим лечением рака предстательной железы. Потому что мы конечно прекрасно понимаем, что до череда больших достаточно исследований в 80-х годах, которая активно, если бы роль гормональной терапии перед хирургическим лечением, продемонстрировала, в общем-то, их несостоятельность и показала отсутствие улучшений любого цветового желаемости у этих больных перед изолированной радикальной простатоктомией. Однако эта проблема продолжает, в общем-то, всех, наверное, волновать, потому что, опять же, это такая идея, миф и желание за счет лекарственного лечения достичь лучших результатов за счет того, что мы уменьшаем опухолевый объем. По сути, если говорить очень грубо, переводим неоперабельного в операбельно, и вот эта иллюзия продолжает нас подталкивать к тому, что мы все-таки продолжаем исследовать возможности неодевантной терапии, и, в том числе, при раке предстательной железы перед радикальной простатоктомией. При этом мы понимаем, что при некоторых других локализациях, в частности, при раке молочной железы, подобная тактика имеет успех, и поэтому те неудачи, которые мы имеем при неодевантной гормональной терапии при раке предстательной железы, в общем-то, тоже не очень понятны. И, тем не менее, достаточно свежий метаанализ, который был опубликован в 2015 году, продемонстрировал, что на самом деле пациенты, которые получали неодевантную гормональную терапию по общей выживаемости, жили несколько дольше, чем те, кто не получал такого лечения. Также было продемонстрировано преимущество в отношении позитивного хирургического края, но при этом при оценке безрецидивной выживаемости, достоверных различий, то есть выживаемости без прогрессированной болезни, продемонстрировано не было. Поэтому, наверное, все-таки дело за более активным лекарственным лечением, за действительно более достоверным отбором пациентов для того вида или иного вмешательства, возможно, и переломит эту ситуацию. Несмотря на то, что, еще раз говорю, в общем-то, на сегодняшний день достаточно всем хорошо понятно, что типичной неодевантной гормональной терапии перед радикальной простатоктомией, в общем-то, не должно быть. Тем не менее, еще в 2004-м, 2004-м годах, когда появились результаты серии МИТАКС-327, мы узнали о том, что применение децитоксела эффективно у гормонорезистентных пациентов. В то время было предложено, проведено три небольших работы. Одна из них была проведена в нашем центре, ЗАО, ОХ, и у нас порядка, у всех приблизительно одинаковое число пациентов. Везде включались пациенты промежуточного плохого прогноза и проводились редуцированные дозы децитоксела 36 мг на метр квадратный. Еженедельно проводилось шесть введений. Тогда мы действительно продемонстрировали определенные эффекты downstage, то есть снижение стадии заболевания по предоперационному обследованию. И при этом, когда мы оценивали длительные уже сроки наблюдения, конечно, трудно говорить о достоверности цифр, но все-таки в нашей серии получилось достатически достоверное различие скорректированной выживаемости у пациентов, которые получали подобную неодевантную химиотерапию. Это нас подвигло к тому, что мы стали двигаться дальше и решили включить в исследование более активный режим неодевантной терапии Децитоксел 70 мг на метр квадратный один раз в три недели и Дегреликс 240 мг как инициальная доза с дальнейшим 80 мг один раз в 28 дней с последующей радикальной простатой тони в течение месяца. В данное исследование мы включили уже пациентов в основном плохого и очень плохого прогноза. Выбор препаратов был основан на том, что мы на сегодняшний день уже знаем, что раннее применение Децитоксела у пациентов с метастатическим раком предстательной железы имеет достаточно серьёзные преференции по сравнению с изолированной гормональной терапией. Выбор Дегреликса был в силу тех обстоятельств, что, во-первых, конечно, он дискредитировал себя в тех ранних исследованиях неодевантной терапии в варианте гормонального лечения. Ну и самое главное, конечно, это в том, что эффекты, которые мы ждём от применения гормональной терапии у Дегреликса наступают значительно быстрее, чем у аналогов релизинг гормонов, что было показано в ряде рандомизированных работ. Применение Дегреликса по сравнению с Дегрелином значительно снижало третьему месяцу объём предстательной железы, достоверно более значимый, и улучшало показательные мочеиспускания. Поэтому вторым препаратом на гормональной терапии в этой цели мы включили антагонист Дегреликс. Ну, характеристика пациента, ещё раз говорю, она, в общем-то, соответствовала плохому и очень плохому прогнозу. В общем-то, все пациенты, которые были включены, завершили проводимую химиотерапию в объёме шести циклов. Токсичность позволила довести лечение до конца. Только у четырёх пациентов отмечалась токсичность третьей-четвёртой степени, что, в общем-то, не потребовало редукцию дозы, а несколько увеличение промежутков донормализации показателей в основном гематологической токсичности. Интероперационный показатель. Конечно, операция, если сравнивать, например, операцию пациентов без гормональной терапии, с неодевантной терапией и без неё, на самом деле, наверное, не отличаются. Это отмечали ранее различные авторы в исследованиях. Технически, в общем-то, выглядит понятно всё приблизительно одинаково. Проблема только, конечно, в распространении самого заболевания, потому что часто мы недооцениваем ситуацию и оперируем пациентов с Т3Б и даже с Т4. Поэтому, конечно, само оперативное вмешательство ничего не имеет общего с нервосберегающей техникой. Это достаточно грубое обращение и сосудистыми нервными пучками, потому что никакого сохранения здесь не производится. И достаточно порой сложная технически опекальная диссекция, потому как опухоль часто выходит и смещает структуру в этой области. Поэтому основная задача максимально радикально выполнить удаление самой предстательной железы. И всем этим больным выполнялась супер расширенная по данным тайме, начиная от уровня нижнебрежечной артерии и, по сути, ниже вдоль магстральных сосудов, в том числе и группы предсакральных лимфатических узлов. Количество операций на сегодня выполнено 20 в этой группе. Четверо пациентов ещё не успели прооперировать. Длительность операции, в общем-то, не отличалась от обычных оперативных вмешательств. Осложнения всё-таки несколько чаще, чем в обычной серии. И, конечно, ещё раз говорю, связано это с распространением самого опухолевого процесса. Было повреждение прямой кишки, повреждение нижней полу вены. Но всё это решалось интероперационно. Прямая кишка была ушито интероперационно и повреждение также ушито в процессе операции. Все операции выполнялись с лапароскопическим доступом. В общем, приемлемая кровопотеря и гемотрансфузии у этих 20 пациентов ни у одного из этой группы не было. На фоне химиотерапии отмечалось достоверное снижение уровня проста специфического антигена в 14-3 раза, это уменьшение некоторого объёма предстательной железы на 43%. Но оценивался максимальный опухолевый очаг также имел тенденцию к уменьшению на несколько меньшим процентом. Изменение стадии до начала химиотерапии и после мы проводили обследование, по пройденному обследованию снижение на 21%. Ранние морфологические результаты. Абсолютно большинство удалённых лимфоузлов в среднем было 18, 13 от 24. На самом деле, конечно, оценка лимфатических узлов в наших реалиях весьма сложная задача, так как когда мы в конце серии подошли к морфологам и вместе с ними стали вырезать лимфоузлы, число лимфоузлов возросло до 115, поэтому понятно, что ни один морфолог повседневно оценивать столько лимфоузлов, наверное, не будет. Обычно ограничивается вот таким объёмом. И гиперстадирование, и гиперстадирование отмечалось в одинаковом проценте случаев, и осложнение 1, 2 по 20% и 3, 4 степени. Следующий этап, который мы планируем, это рандомизированная работа. По сути, мы оценивали токсичность первым этапом те эффекты, которые мы можем отметить на фоне лечения. И на сегодня мы начинаем рандомизированный протокол, сравнение режима до 100,75 мг на метр квадратный плюс ДГРЛИКС, 240 мг в дальнейшем продолжении в дозе 80 мг с изолированным радикальным простатом эктомии. Будем стараться достичь оценки выживаемости, и в том числе мы активно внедряем поиск молекулярных маркеров, прогноза, которые бы помогли как-то софицировать пациентов, которым целесообразна подобная тактика. Спасибо за внимание.